Бонь, привет! Бонь, ты в прямом эфире? Так, воду мою не пей! Так, всё! Мне главное столько в белке людей! Всем привет! Так, теперь будем надеяться, что... Во, Кельбенчик запустил прямой эфир! Друзья, всем привет! Хорошо, что мы начали пораньше, потому что случайно мы запустились в белке, но ничего. Всё, всем привет! Вот всё, все свои, всё сразу... Настя, спасибо тебе огромное, что сказала, потому что иначе бы... Мы сидели тупили. Сидели тупили. Бонь! Чё ты? Давай! Давай, работай! Всё, молодец! Отлично! Всё, садись! Он просто не понимает, куда смотреть, он привык, что мы обычно с ним через переднюю камеру как бы общаемся с вами, и он себя видит. Сейчас он себя не видит и не понимает, куда смотреть. Всё хорошо. Да ты здесь, вот смотри, ты тут. Так, всем привет! Привет! Могли бы белки привезти? Ну, как мы могли белки привезти, если мы всем написали, что... Ой, тебе реально сейчас ласки не хватает? Ладно, окей. Ален, привет! Настя, привет! Всё так. Всем привет-привет! Все присоединяются. Сейчас нас побольше придёт, все поймут, что мы здесь, и я расскажу вам, что мы будем с вами тестировать. Но вы пока можете списать свои догадки. И давайте сделаем так. Когда я увижу вашу догадку правильную, я остановлюсь, и мы начнём. Ну, в смысле, что я остановлюсь? Я остановлюсь говорить. Тебя не слышно, серьёзно? А что все пишут? Меня слышно? Напишите. Ну, видимо, меня слышно, раз начинают писать. Так, пишите свои догадки. Ален пишет, ну, даже не знаю. Ну, давай подумайте. Всё, отлично, всё видно, всё супер, всё супер. Давайте. Пишем, значит, свои идеи. Начинайте. Будьте сразу подсказкой. Я это очень сильно люблю. Но этого ещё не было. Вообще ни в каком виде. Но я как бы давно это хотела сравнить, и я прям вообще фанат этой вещи. Вот. Так что пишите. Мне кажется, сладко. Отлично. Вы догадались. Давайте дальше. Первая подсказка, да, это сладко. Зефир. Ну, Ален, ну, ё-моё, ты выпуски смотришь или нет? Зефир мы уже сравнивали. Кофе? Нет. Ну, это косвенно будет связано с кофе. Кофе мы сегодня тоже с вами будем пить. Но вот с чем? Сырники? Не, не сырники. Я не знаю, какие сырники можно сравнить, если честно. Ты тут на стульчик присели с Бойником вместе. Чего стоите? Он усел на стульчик. Бой не сел на стульчик. Фитнес-батончики? Нет, это я не люблю. Увы. Лягушки Гарри Поттер? Нет. Про лягушки потом. Ну, лягушки нет. Ну, сырники-то я люблю. Настя, ну где я тебе их возьму в продаже-то в обычных магазинах? Серьёзно. Только замороженные, но они вообще ни о чём. Сырники надо готовить в ДМ. Хорошая идея. Так. Ваш ли? Ваш ли, маш ли, не знаю. Ой! Значит, когда будут итоги конкурса на лягушек? Чем больше вы пишете, тем итоги больше отодвигаются. Лучше не трогай телефон ни в каком виде. Я вам советую, потому что сейчас упадёт и всё нарушится. Насчёт лягушек. Сразу проведём эфир. Я пойду за компьютер в ВК проводить итоги. Вот. Так что не переключайтесь, как говорится, после эфира. Сырники вкусов. Мне не нравятся сырники вкусов. Честно. Не самое лучшее, что может быть. Особенно, которое без сахара. У меня аж по первому горлу они встают. Ну, ребят, давайте отгадывайте. Ну, ё-моё. Пончики, пирожки. Нет, нет, нет. Эфир сохранишь, конечно, да. Блинчики нет. Так, ну, короче, понятно. В общем, никто не хочет отгадывать. Вы серьёзно? Ну, ребят, давайте. Я уже намекнула всеми способами. Это будет косвенно связано с кофе. Ой. А, я что-то блокировать не могу. Какая грусть, тоска. Блин. Может, кто-то займётся баном некоторых людей? Вот там, пожалуйста. Вот нет. Банить надо в этом. Телефон. Нажимаешь. Не трогать нельзя. А, трогать нельзя. Ну, ей пофиг. Пусть пишут. Если с кофе. Что, Настя, ты что-то написала уже? Догадку или нет? Так. Катя, я сейчас не в тему, но приготовь дай мне пельмешки. Спасибо, что вы не в тему. Мы отгадываем, что мы сегодня будем не глядя. Он мне про пельмешки пишет. Ребят, короче, что-то вы не догадываете. Ну, как бы вам ещё так подсказать-то? Скорее всего, эта вещь очень вкусная в Беларуси. И это не картошка. Это что-то сладкое. Ну, всё. Давайте последний шанс и будем начинать. А то так можно долго сидеть. Вы не угадаете. Это я. Не экспрессо, а эспрессо. Дорогой, я бил шифр один. Вы чего? Там был правильный ответ. Серьёзно. Я пропустила. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ща листаю. Тяжело смотреть и в камеру и сюда. Не, не сливки битые. Печенье со вкусом кофе. Короче, мы что, начинаем? Было. Было? Так. Было! Было! Так, готовы? Всё. Нет, не готовы, конечно. Не готовы. Так волнительно. Начинаем. Переходим. Раз, два, три. Сгущёнка. Обычно я вот так сижу. А это уже конечная заставка, поэтому можно выключать. Эта музыка, она прекрасна. Вы не находите. Если находите, пишите плюсик. Потому что я просто вообще фанатею вот этой песни. Не знаю, каждый раз, когда её слышу, пересматривать заставку могу просто кругами. Вот нашли же мы ту самую музыку. Так что всё. Никто не угадал. Ну ладно, один человек там угадал. Честно говоря, уже мы сейчас и не найдём кто. Сегодня у нас с вами сгущёнка. Я её прям откладывала, откладывала. Почему она, блин, грязная? Кто мне в магазине продал грязную сгущёнку? Ладно, будем надеяться, что это... Ну, не важно. Из них вина. Ладно, ты сейчас опять скажешь, что как я протыкаю пасты, ещё что-нибудь. Сгущёнка. О ней слагают легенды. Я лично её очень сильно люблю. Надеюсь, вы тоже. Если да, то опять же пишите. Я вот тут прям мониторю, мониторю, всё. Я поняла, что плюсик всем нравится песни. Теперь ставьте каком-нибудь смайлик, типа там сердечко. Посмотрим, сколько у нас любителей сгущёнки. Надеюсь, что я правильно сегодня подобрала товар. И многим она понравится. Я вообще планировала купить в жестяной банке. Но, но, конечно же, но её не было в магазине. Она была только одного вида. Я сегодня взяла самую, на мой взгляд, популярную. То, что... Ну вот, мне кажется, она есть во всех магазинах. Ну, вообще, конечно, опять скажут, что у вас там своя. Конечно, есть ещё там коробка из кореновки, например. Ну, и она не так доступна везде. У меня сегодня, конечно же, Рогачёв. Я всегда вот с детства считала, что это лучшая сгущёнка. Во-первых, на ней написано ГОСТ. И как бы всё. Можно дальше уже ничего о ней не рассказывать. Но что ещё интересно, на этой сгущёнке тоже написано ГОСТ. И это сгущёнка Алексеевская. Они примерно в одной ценовой категории. О ней я вам чуть попозже расскажу. Поэтому сегодня я решила сравнить вот эти две штучки. И, кстати, к вопросу об упаковке. Как вы больше любите? Вот в такой, с крышечкой, чтобы удобно? Либо всё-таки жестяная баночка, консервную, нож. Ну, вы-то понимаете, да? Всё по хардкору. Я раньше как-то всё-таки предпочитала жестяные банки. Но, честно говоря, она там высыхает. Если быстро её не съесть. Ну, как бы за раз я не могу за один присест кушать всю сгущёнку. Вот эта упаковка, мне кажется, вполне удобная и лаконичная. Щётчик будет? Не, ребят, щётчика не будет. Щётчик не знаю уже, как сделать. Банка, бутылка. А, бутылка ещё есть. Пишите, кстати. Давай сейчас посмотрим. Как будто бы у нас хэштеги, но хэштеги не надо писать. В общем, прям что? Все прям за жестяную банку. Мне она тоже дико нравится, правда. Но, не знаю. У вас нет проблем, чтобы она сохла? У меня лично постоянно высыхает. С крышкой удобнее и лучше. Ещё есть бутылки. Но в бутылке я, честно говоря, вообще никогда не покупала. Она просто настолько огромная, я не знаю. Она же вообще-то срок хранения имеет. Знаете, вы привыкли, как говорится, сгущёнку полгода в холодильнике хранить. А на самом деле у неё срок хранения. Сейчас я вам даже расскажу, какой. Так, а вот это, кстати, не написано. Здесь написано просто после вскрытия хранить в холодильнике. А здесь написано... Здесь написано не более 10 суток. Не более 10 суток. А когда вы банку открываете, сколько вы её храните? Ну вот честно, да. Люблю просто сгущивать, кто-то пишет. Ну вообще огонь, я тоже люблю просто. Такой упаковке удобнее. Что банки храните вредно вроде, надо переливать. Ой, ну слушайте, ну переливать, это уж какой-то вообще прям что-то за грани. Так, ну в общем понятно, что все за банки. Ребят, сорян, я бы купила в банке, честно. Ну просто не было. Но я не могла вас подвезти, я хотела именно сгущёнку взять. Поэтому я решила лучше я сравню две те фирмы, которых я изначально планировала. Но пусть они будут в такой упаковке. Итак, начинаем. Первый критерий. Боня в лотке. Простите нас. Сегодня кто молодец, я молодец. Я сохранила чек. Ценник. Чек. Так, бананы. Нет, это не туда. Сейчас. Нет, сравнение кофе якобсона с кафе у нас не будет. Но сейчас я вам расскажу подробнее, вообще как мы будем сравнивать. Давайте мы сначала начнем все-таки с цены, да, как я сказала. Серьезно? Убоня в лотке. Так, ребят, пишите, как вы думаете, какая сгущёнка. Выйдет дороже. Пишите, Рогачёв или Алексеевская. Слушайте, так прикольно в онлайн-формате вообще. Рогачёв или Алексеевская? Давайте, я жду. Кстати, у меня задержки, поэтому я ваши комменты не сразу вижу. Вот. Я, честно говоря, догадалась сразу, но всё равно немножко у меня были какие-то сомнения, так что... Так, тут пишет Алексеевская. Да ладно, пусть копается. Ну всё, вы не совсем очень думаете, что Алексеевская дороже. Всегда снимать так не глядя. Но вы же были все против. Я ж сколько всех вас уговаривала. Все, не, давай на Ютубе. Не-не-не, давайте онлайн. Так, мне кажется, можно закрыть дверь от Бонни. Он немного сегодня... Ну, короче, понятно. Мнение наше разделились, естественно, не так однозначно. Но все поначалу начали писать Алексеевская, все по пунктикам. И потом все начали писать Рогачёв. Молодцы те, кто угадали, что Рогачёв. Сейчас я вам расскажу. Стоит почти сотку. 99,90 я покупала в Перекрёстке. А Алексеевская у нас стоит 76,90. То есть цена, ну, разница, конечно. Почти 100 рублей и 76. По граммам. Сейчас, минуточку. Здесь 300 грамм в Рогачёве. А здесь у нас... У нас сейчас первое место по эфиру. Круто! А Боня в лотке. Боня просто отмечает. Так, сейчас, ребятушки, подождите секундочку. Ну, ну, ну. Боня, поди сюда. Короче. Ладно, только не сильно его там. Что-то не могу я, ребятушки мои, найти, какая здесь у нас граммовка. Ну, честно говоря, вообще по граммам одно и то же. Не могу найти. Давайте взвесить. Где мои весы? Где мои весы? Дайте мне весы с рачником. Не пишут они ничего. Так, давайте сейчас мы просто сразу на весах посмотрим. Посмотрим. По идее, здесь тоже должно быть в Алексейской. Сколько там? 300 грамм? Посмотрим. Такс. Я вам весы так не смогу показать, но я сама развешу и вам расскажу. 275, 275, 315. Они специально не пишут. Они специально пишут так, чтобы мы не могли найти. Слушайте, все, короче, шок-контент подъехал. Боня, ты улегся, все отлично. Слушай, ну это прямо меня затормаживает. Ну-ка, надо попробовать найти. Найди, сколько здесь грамм. Короче, у нас в любом случае... А-а-а, то есть у них меньше. Слушайте, нам сейчас надо пересчет по граммам делать. Пересчет по граммам, Бонька. Сейчас все разберемся. Так. Мне кажется, все равно выйдет, что... Короче, все. В общем, эфир встал. На сгущенке непонятно, где написано, сколько грамм. Надо было заранее. А-а-а, так, шок-контент подъехал. Да, 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 все верно. Серьезно, вообще нет. Они не пишут, они не пишут, они обманщики. Они, наверное, думают, что мы подумаем, что здесь 300 грамм, но там не 300 грамм. Все. Кажется, нам придется рассчитывать. 270. 270, да. Ну, то есть они нас хотя бы не обманывают. Мелким шрифтом. Мелким шрифтом. Я даже не смогла найти. Вы не могли бы сделать нам пересчет по грамму, пока я дальше рассусолю в монстр. Значит, смотрите, вот наш ценник. Собственно, здесь 300, здесь 270. Посчитайте, пожалуйста. Господи, знаешь, что он прикол? На чеке написано. На чеке было написано, сколько грамм. Окей, давай. Пока у нас цена неопределенная, я предлагаю... Серьезно, эфир виснет? Ну, я думаю, что ничего... Нет, эфир точно не виснет. Не, не виснет, все ок. Все, ребятушки, давайте, пока у нас цена с вами простаивает, мы с вами посмотрим состав. Здесь написано еще более мелким шрифтом, я вам честно скажу, и это трэш. Боня, ты читай у этой. Я буду читать у этой. Здесь почему-то такой хороший шрифт, прям вообще. Все написано, все четко. На, как бы, на светло-голубом фоне темно-синим шрифтом. И как бы все отлично видно. Здесь на светло-голубом белом цветом. Вообще ужас какой-то. Слушайте, состав. Молоко нормализованное, сахар. Все. Подожди, с ценой. Подожди, меня не избивай. Состав. Опять они куда-то спрятали. Ну, что за издевательство? Молоко нормализованное, сахар. Серьезно. Вы понимаете, что это супер натуральный продукт? Это очень здорово. И никаких ешек, бэшек, консервантов. Первый раз у нас в Негляде. Мне кажется, товар, на котором не нужно целый список изучать этих ингредиентов. Поэтому, вау, это здорово. Я просто поставлю всем плюсики, все молодцы. Что у нас по цене? Расскажите, пожалуйста. Так, я забыл. Ну вот забыл, опытный эксперт, давай. Молоко Рогачевское получилось 33 копейки за грамм. И Алексейское 28 копеек за грамм. Так, друзья, все верно. А счетчик кто будет ввести? Писать надо все. Ну ладно, мы запомним. Значит, ситуация следующая. У нас все равно выигрывает молоко Алексеевское. Но им большой минус, просто лично от меня, за то, что они взяли и скрыли, сколько у них грамм. Это, конечно, неприятно. Потому что, смотрите, получилось, что здесь у нас, кстати, у них, мне кажется, даже может быть небольшой недовес. Либо у Рогачева перевес. Потому что у них 315 грамм есть с упаковкой, здесь 275 грамм с упаковкой. Надеюсь, вы все поняли. Так, значит, все, ребятушки, первый раунд у нас проходит. У нас выигрывает Алексеевское. Но я думаю, что еще все впереди. Составы мы с вами посмотрели. Что касаемо упаковки, ну даже в онлайн режиме, я думаю, бессмысленно обсуждать, какая упаковка лучше. Ну, по чесноку сказать, они одинаковые. Правда, ну здесь просто корова нарисована, а здесь как бы просто, как будто бы банка сгущенки. Я думаю, что вообще бессмысленно все это дело оценивать. Мне кажется, что сейчас нам самое с вами главное, это оценить вкус. Итак, рассказываю про критерии вкус. Сегодня будет интересно. Во-первых, мы сравним с вами сгущенку в сухую. Ну как в сухую? Просто возьмем пару ложечек, и я в закрытом тестировании попробую, скажу вам, оценить вкус. Какая натуральнее, слаще, еще что-нибудь. Не знаю, какая консистенция мне больше понравится. И затем у нас с вами будет второй раунд. У меня здесь приготовлен термос. С днем у меня кофе. Очень я долго это выговаривала. Мы попробуем сгущенку с кофе. Ну, как бы это очень общепринятое такое, мне кажется, употребление сгущеночки. Посмотрим, во-первых, как она растворяется, нет ли жира сверху. Потому что, знаете, если покупать вот дешевую сгущенку, когда вы размешаете, у вас прям будет пленка жира сверху. Это ужасно. Это вообще не покупайте такую. Но сегодня, мне кажется, у нас все будет нормально. Потому что у нас вроде бы сгущенка по ГОСТу, нет никаких дополнительных ингредиентов. По идее, она самая дорогая и должна быть очень качественная. Но, опять же, мы не можем не проверить. Поэтому все с вами узнаем. Как мы баллы оценим? За вкус мы дадим два балла? Или мы один в этом раунде, один в этом раунде? Нет, давай, наверное, два балла за вкус. Мы, значит, одедим два балла за вкус. Сейчас в закрытом тестировании. Просто с ложки. А с кофе уже, наверное, один балл отдадим. Посмотрим, какая вообще лучше себя ведет. Какая более концентрированная, возможно. Так. Я думала, за блинами будешь пробовать. Блин, хорошая идея. Но нет блинов и вообще как бы пост вроде бы как нельзя. Ну, я не пощусь, но говорят, что как бы уже блины не так актуальны. Поэтому, да. Так. Че так долго? Прости, дорогая Диана. Очень мне неловко. Ну, что делать? Видео же вы смотрите недолго. Так. Ну что, погнали, погнали. Я предлагаю тестирование. Кто-нибудь мне это сделать? Какое-то тестирование. Ну, вы знаете, сейчас все будет как обычно. Я надену маску. Она в Бониной шерсти. Все отлично. Сейчас водички хоть глотнут прям. Потом кофеек с вами попьем. Угу. Ну что, пишите пока свои предположения. Я потом открою глаза и почитаю. Как вы думаете, какая сгущенка будет вкуснее? Мне кажется, она вообще будет одинаковая на вкус. Я даже вот предположить не могу, что сгущенка может быть разной. Не знаю. Я просто всегда ела только эти фирмы. И мне кажется, у них нет разницы. Течет. Течет? Ну, ты мне не рассказывал, какая течет. Ну, как есть, так и есть, так и будет. Все. Надеваю масочку я. Боня, ты хоть в кадре или нет? Ты не в кадре, наверное. Эй, что? Давайте по одной ложке просто давать буду. Просто давай. А можно на тарелочке? На тарелочке. Ну да, на тарелочке. А то я буду. Ну или давай по чуть-чуть. В принципе, мне много не нужно. Много не нужно. Ой, что? Тарелочка. Вперед. Ложка. Руку претени. Да руку претени, ну, прям вперед. Первая, да, пошла? Жидковато. Вторую руку. Вторую руку. Ну, я, я бы, не очень хорошо управляюсь. Сейчас. Тут мне нравится больше. Но она более сладкая. Ощущение, что первую сгущенку водой разбавили, если честно. Она и менее сладкая, но здесь это как бы не плюс, если честно. Она такая какая-то. Сейчас. Боню ест сгущенку. Боню. Ну нет, она просто капнула на стол. Он ее ест. Не, по сладости, честно говоря, практически одинаково. Слушайте. Ну вот вторая прям такая насыщенная. Прям мне очень нравится. Я думаю, что она и в кофе будет лучше смотреться. Нет, действительно, есть вкуснее. Вот если ложкой прям брать, конечно, вкуснее первая. Это какая-то жидкая прям. Ну только кто где. Так, давайте сначала мы отдадим баллы, как обычно. Два балла за вкус я даю вот этой сгущенке. А у нас же, получается, сейчас зрители не знают какая где. Ну ладно, я тоже не знаю. Отдаю, значит, второй два балла. Боня, надеюсь, что это за звуки? Надеюсь, ты не ешь мою сгущенку? Нет, не твою, она со стола следовала. Она со стола следовала, ладно. Так, какая где? Ну, чисто, если предположить, что Алексеевская дешевле, то, вероятнее всего, ее разжидели. Поэтому давайте пусть будет первая была Алексеевская, а вторая Рогачев. Ну я офигею, конечно, если это будет не так. И открывай глаза. Ну что? Так. Красная ложка – это красная сгущенка. Сириусли, ты уверен? Да, но я специально так делаю. И синяя – это синяя. Боня, ты сейчас офигел? Вы видите Боню? Он вообще, у него шок. У него шок. Он, ты за Рогачев, что ли, болел? Все. Обмажь себя сгущенкой. С удовольствием. Вот, Михаил, сейчас обязательно сделаю. Сейчас вот сидите на эфире, сейчас будет. Подождите. Так. Слушайте. Ну это вообще трэш. Все думали, что Рогачев. Кстати, смотрю, все писали, что Рогачев. Не знаю уж почему. Ё-моё. А как так-то? Ну ладно. Давайте. Поздравляем Алексеевскую. Она вкуснее оказалась. Теперь кофе. Этап кофе. Так. Ну что, я эти ложки-то и возьму, наверное. Боня. Давай, я тебе мешаю. Не, я хочу сама намешать, посмотреть. А потом закрытую попробовать. Я хочу посмотреть, нет ли там... Ну или давай, слушай, давай опять закрытую, а потом я просто посмотрю. Окей. Ты мне нормально хоть не мешаешь-то? Я не знаю. Не, давай я лучше сделаю. Хочу тут поналивать, там, то все. Боня тут лежит. Боня, ты такой интересный, честно. Я заварила до этого в френч-прессе кофе-йок, и чтобы он не остыл, его перелила в тормозок. Так, кто-то пишет, что угадал. Вы молодцы, честно. Я не молодец. Надо просто примерно одинаково постараться налить. Ну, как бы, глазомер у меня сложный, поэтому... Так, начинаем. Я просто сейчас для тебя отметку поставлю так же, а ты там потом мне ее перемешаешь. Ты побольше сгущенки берешь. Сейчас я побольше, я просто ложки окуну. А, ну да. Боня, тебе не кажется, что ты все загораживаешь зрителям? Понятно. Так, кто-то пишет, что сравниваем-то? Сравниваем сгущенку, кто-нибудь там подключился. Так, тук-тук-тук-тукс. Значит, давайте. Смотрите, у нас было по ложечке, да? Сейчас мы еще давайте вместим по ложечке. Нормальная ложечка. Слушайте, ну она жидкая, вообще невозможно рыбачевская. Я вообще такую гущенку не люблю. Это не очень приятно, если честно. И давайте еще ложечку. Ты просто не умеешь пить кофе с сгущенкой. Я знаю, как... Боня, ты что за крышку... Я тебе не дам крышку. После эфира будешь играть. Нет. Смотрите, я положила одинаковое абсолютно количество. И вот эта сгущенка, она более сливочным сделала кофе. Почему-то. Я положила прям ровно одинаково. Все. Как бы так показать-то вам, чтобы видно было, не знаю. Ну ничего, мне кажется, быть не видно. Пофиг, в принципе. Ну на вид одинаково, да. Но вот сверху, когда смотришь... Не знаю, мне кажется, у меня уже просто глаза замылились. А мне же, получается, на обжигание будет. Ну ничего, я справлюсь. А, может... А, ну если мы ложки уберем, то ты в жизни не отгадаешь. В смысле? Нет, я заполнить могу. Просто, может, я просто лучше в открытую попробую? Не, ну ладно, давай в закрытую. Просто я боюсь, что я кипятком обожгусь. Ну не важно, давай. Я сейчас переменю, сделаю себе засечку. Ты попробуешь в открытую? А, ну давай. Ну я, короче, сейчас пока в закрытую посижу, что-то там. Засечку сделал. Засечку-то? Ну можешь это, снимать маску. Блин, ну вот мы сделали одинаковое количество, но это хотя бы вкус есть. Я в целом, мне кажется, добавила маловато. Вот это явно вкуснее. Она ей большую какую-то сладость дала. Да. И помолочнее как бы кофеек стал. Здесь вообще... Ну знаете, есть такой отдаленный какой-то сладкий вкус, но больше вода какая-то, если честно. Мне не нравится. Так, а что где у нас? Ну опять же, получается тогда наоборот, что если здесь более концентрировано, вероятнее всего это было Алексеевское. А вот это, наверное, на честь я не перепутала никакие твои маркеры. А это, наверное, Рогачев. Я угадала, нет? Нет. Я опять не угадала! Серьезно? Да, вот так вот. Так, вывод следующий. Для кофе берем Рогачев. А балл-то я свой, получается, кому отдала? Второму. Это кто был? Это вот красный. А, это был Рогачев, да. Ничего себе, ребята. Так, что, народ, пишите вообще, вы как ожидали? Нет, сейчас я не виснет, ничего там. Вот я согласна, что вы говорите-то, вот виснет, виснет. Нет, на ютубе не будет, будет здесь записи. В эфире сохранена, 24 часа еще можно будет посмотреть. Выводы давайте сделаем с вами сейчас. Мне кажется, это все отличная идея. Во-первых, первое вывод, что я вообще ничего сегодня не угадала. Видимо, я плохо готовилась. Сейчас, наверное, все напишут. Вот ты в видосах, когда угадываешь, все подсушено там. На самом деле, нет никакого в этом смысла. Я, честно говоря, была уверена, что победит Рогачев. Но, опять же, это приверженность брендам. Это, как понимаете, когда вы сравните Кока-Колу и Пепси, вы всегда думаете, что Кока-Кола вкуснее. Но я лично в закрытом тестировании всегда выбираю Пепси. Как бы это странно не звучало, больше всего меня поразило, когда мы сравнивали Акваминерали и Бонаку. Я почему-то выбрала Акваминерали, но в жизни я вообще никогда не покупаю ее. Аленка пишет ничья. Нет, не ничья. В этом раунде выиграл Рогачев. Вот это сгущенок. А-а-а, а здесь два... Ничья ты! Ален, прости меня, я что-то подумала, что наоборот. А точно ничья, да? Точно, 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 все правильно. Друзья, давайте мы с вами, так сказать, вернемся назад, откатимся. Получилось, что Алексейская у нас получила один балл за цену. Аленка не права. Алексейская получила один балл за цену, и Алексейская получила у нас два балла в первом закрытом тестировании. Рогачев получил свой балл только за кофеек. Как-то это все странно, честно говоря. Почему? Может быть, вот... Может, надо было точно по граммам замерить, не знаю. Честно говоря, какая-то вот пленочка образовывается в обоих напитках, поэтому, как бы... Может, это, в принципе, нормально? Такс. Ничья. Ну, не, ребят, ну не ничья, слушайте, ну, камон. А что вес? А что вес? Вес мы, как бы, хотели, чтобы мы отняли вес Алексеевской, но мне кажется, это будет, как бы, не очень... Она дешевле. Она дешевле. И чего? Ну, чего ей отнимать вес? Не, а у нее вес получился, мне кажется, немного меньше. У нее 275 грамм с упаковкой, а у Алексеевской получилось 300... Ой, а у Алексеевской, наоборот, у Рогачева 315 получилось. А заявлено 300. Ну, не суть. Короче, ребятушки, если честно, выиграла сегодня молоко Алексеевское, но на самом деле я не буду говорить об этом так грустно, это очень круто. Оно действительно густое, насыщенное и вкусное. Я, честно говоря, вам скажу, выбирайте любое. Сгущенка, она и в Африке, сгущенка, честно. Поэтому мне кажется, все вкусно. Просто вот опять же, Рогачев, он всегда был на слуху, не знаю, лично у меня с детства. Вы напишите вообще, какую вы обычно покупаете сгущенку. Я сейчас зачитаю в эфире, посмотрим. Последний раз я вообще покупала сгущенку в Таиланде. Вот у меня она стоит, целая банка еще открытая, но она ужасно засыхает. Тайская сгущенка. Она вообще больше такая жидкая, но в ней что-то есть. Она именно вкусна вот с их классическим таким тайским чаем. Дома она немножко кажется странной, но все-таки я больше предпочитаю русскую сгущенку, русскую, белорусскую. Напишите, какую вы обычно покупаете. Вот Любинская, Алексейская. Я в баночках не помню фирму. Ну, все не помнят фирму, это понятно. Давайте, кто помнит фирму, пишите, какая фирма. Кот пишет, привет. Привет. Ну, как бы... Привет. Вот Аленка пишет, правильно. А вообще вареный сгущенок топ. Вот не могу не согласиться, честно. И вне с чем белокшоп пишет, привет. Я просто про... Так. Да, русская сгущенка вкусная. Ну, в общем, да. В общем, понятно, что все равно все покупают в итоге либо Алексеевскую, либо Рогачевскую. И кто-то пишет, коровка из кореновки. Кстати, я покупала тоже топовую сгущенку. Может быть, надо бы с ней сравнить нашего лидера сегодня, Алексеевского. Если вы за, то дайте мне знать. Можете прямо здесь пока написать. На самом деле, думаю, сейчас уже с вами будем заканчивать. Эфирчик, как вы считаете? Как? Напишите вообще, понравилось вам или нет. Вот. Ожидали ли вы вообще результаты? Я лично нет. Я всегда не ожидаю, если честно. Я всегда думаю, что все будет по-другому. Вареную сгущенку сравни. Слушайте, может быть, варенку? Но я, правда, фирмой не знаю. Я не покупаю никогда вареную сгущенку. Я обычно покупаю уже что-то с вареной сгущенкой. Типа орешки, трубочки. Ну вот прям, чтобы банку купить себе вареного сгуща, никогда такого не делать, честно. Да, спасибо. Все, слушайте, супер. Прям сколько мы с вами в эфире-то были? Сейчас бы не нажать бы. А, я не могу посмотреть. Черт, я с другого телефона сижу. Ну ладно. Я вас поняла. Намек я поняла. Давайте, как раз таки, раз у нас вот этот выпуск был как бы вне Ютуба, то попробуем с вами устроить след... Ну не следующий, не следующий у меня заготовлен уже выпуск. Не глядя, он будет очень крутым. Там будет, кстати, конкурс. Это важно, да. И сделаем с вами выпуск Алексеевской коровкой с кореновки. Рогачев уже не будем брать. Он как бы останется при себе. Мы все будем его любить, ценить. Но все-таки должны мы узнать, Алексеевская или коровка с кореновкой. Мне кажется, будет очень интересно. Вот такая Алена. Алена, это замечательный человек. И все, больше вам ничего не скажу. Алена, кто такая? Алена работает у нас в белка-шоп. Вот. И она сейчас почему-то не работает, а сидит на нашем эфире. И это очень интересно. Вот. Спасибо. Рада всем, кто пишет, что понравилось. Вообще-вообще-вообще прям очень-очень приятно. Поэтому давайте мы с вами... Как тебя найти в Ютубе? Ну, ничего себе. Кто-то пришел не с Ютуба меня найти, Катя Бельчик. Вот. Где результат? Вот, кстати, сразу пока не ушла, скажу результаты на 10 лягушек из Гарри Поттера. Прямо сейчас будут ВК. Вот я прямо сейчас заканчиваю и прямо вот иду к компьютеру и делаю рандомайзером победителя. Так что заходите на мою страничку ВК. И сейчас мы с вами все будем... Будем... Так. Будем с 23 февраля. Ой. Кстати, Алена сегодня поздравила Боню. Она ему шею подарила. Но я ему не даю пока. Я ничего не подарила. Сделаю ДМ сгущенку. Слушайте, надо подумать на эту тему. Потому что, может, реально можно сгущенку приготовить самому в домашних условиях. Вообще не представляю, как это делать. Я даже никогда об этом не думала. Вот. Может быть, может быть. Все, ребятушки. Давайте, наверное, завершать прямой эфир. И сейчас... Сейчас будет просто супер танец. Ты есть в Фейсбук? Нет. В Фейсбук мне нет. Когда же результат на открытку с выдрой? Ребятушки, все помни. Я всех выбрала. Подождите. Музыка. Не могу. Не могу ничего говорить. Просто не могу остановиться. Все будет. Не переживайте про все конкурсы. Я помню. Я обязательно вам сообщу. Мне просто надо фоточку сделать для этой открытки. Я выложу. Я выбрала даже, по-моему, шесть там победителей. Ой, или пять. Не помню. Не, не заканчивай. Ну ладно, ребятушки. Все. Спасибо большое, что были со мной. Спасибо за все ваши теплые комментарии. Все. Увидимся с вами на Ютубе во вторник. Выйдет. Рисуем с котом. Там будет новый принт. Олиняша, да. Поэтому кому интересно рисование, заходите, смотрите. Вот. Поздравляем еще раз Алексеевска. Я пошла добивать копеек. До новых встреч. До новых встреч. Всем белка. Даже только не жмена.